Шли мы тут по выставке Mobile World Congress и изобрели в пятый павильон, в котором не думали, что останемся надолго, потому что он обычно отдается под большие сетевые компании, которые показывают модемы, маршрутизаторы и фильтры и прочее сетевое оборудование. Но на стенде компании Zyxel мы решили остановиться, выстроились, поставили свет, штатив и записали маленький репортаж про фемтосоты, который компания Zyxel начала продавать в России. Фемтосоты это что? Это, по сути, маленькая базовая станция, которая дает возможность подключить голосовую связь 2G, 3G, возможно, даже в некоторых случаях 4G, там, где плохая сотовая связь. Главное, чтобы был доступ в интернет, то есть базовая станция фемтосота подключается по эзернету обычно, к интернету, и после этого у вас появляются все нормальные возможности сотовой связи, нормальный стабильный прием. Это очень актуально для тех, кто, например, в подвале находится, у кого расположены компании в тех местах, где идет стык двух базовых станций, мертвый зон, так называемый. Вы можете уже купить сейчас фемтосоту, и даже физические лица могут купить, чтобы это все работало. Как это работает, подробнее расскажет Иван Звягин. Прямо здесь и прямо сейчас у Zyxel есть своя маленькая сотовая сеть со сложно произносимым названием Note H7501. И в ней пока зарегистрировано только два устройства, вот этот телефон и второй, вот он. Всю сеть обеспечивает вот это небольшое устройство, черное Zyxel 3G FemtoSoto, которое обеспечивает устройство не только голосовой связью, но и интернетом. При желании я могу войти в YouTube и открыть даже какой-нибудь ролик. Это происходит на выставке, но в принципе у себя дома вы можете провернуть ровно то же самое. Купить одно из этих устройств, например 3G или 4G, установить в какой-нибудь подвал, где не ловит сотовая сеть, подключить их к интернету, и вы получите нормальную работающую сотовую сеть, из которой можно совершать даже звонки, что я сейчас и сделать, и попробую. Можно протестировать и передачу данных, например, запустив какой-нибудь ролик на YouTube. Ну и Zyxel осталась верна себе. Вот это устройство работает не только 3G FemtoSoto, но и Wi-Fi маршрутизатором, который поддерживает стандарт Wi-Fi AC. И ее, эту коробочку, можно даже не подключать к интернету с помощью провода, она поддерживает и беспроводное соединение. Подозреваю, что у вас уже возник вопрос, сколько это стоит и где купить. На самом деле все это зависит от оператора, о том, какую он цену назначит, и где это будет продавать, и под какими условиями. Но судя по тому, что происходит в Европе, совсем скоро в России это станет довольно популярной штукой. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!